ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ БЕЛАРУСИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПРОЙДУТ СЕГОДНЯ. ВСЕ КАНДИДАТЫ СООТВЕТСТВУЮТ КРИТЕРИЯМ, КОТОРЫЕ ПРЕДЬЯВЛЯЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И КОНСТИТУЦИЯ. Они имеют высшее образование, занимают руководящие должности. 30% состоят в партиях. По информации Белстата, российские инвестиции в Беларусь по итогам прошлого года выросли на 1,2 млрд долларов. Общая сумма превысила 5. Основные сферы вложений – обрабатывающая промышленность, транспорт и ритейл. В 2023-м взаимная торговля между странами увеличилась на 6%. Министр образования Андрей Иванец с рабочим визитом прибыл в Бобруйск. В программе посещение дома семейного типа, детского социального приюта и гимназии номер 3 имени митрополита Филарета. А также беседа с работниками учебно-методического кабинета и педагогической общественностью города. В Первомайском районе прошла традиционная акция по безопасности на дорогах. Молодёжь при помощи трафаретов нанесла краской на асфальт надписи, призывающая пешеходов быть внимательными и не использовать мобильные телефоны. В планах каждую неделю размещать такие предупреждения на нерегулируемых пешеходных переходах. 6 апреля с 9 до 12 часов исполком и районной администрации проведут прямые телефонные линии. На повестке дня обсуждения жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций связи, транспорта и коммуникаций. Также разговор коснётся вопросов контроля за исполнением документов и работы с обращением граждан и юридических лиц.